МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. Главное политическое событие дня. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Владимир Путин официально вступил в должность главы государства. Генеральный прогон на Соборной площади пройдет репетиция Парада Победы. Следить за торжественным действом теперь можно и на видеоэкранах. Костры не разводить, мусор и траву не жечь. В регионе введен особый противопожарный режим. Штрафы за нарушения выросли вдвое. Вечно зеленая аллея для друзей и влюбленных. Омские татары высадили в парке 30-летия ВЛКСМ 100 саженцев пихты. Готовятся к большому плаванию. Яхту «Сибирь» спустили на воду. Команда отправится в кругосветное путешествие по следам русских мореплавателей. И блестящий дебют. Нападающий авангарда Илья Михеев отличился на чемпионате мира по хоккею, записав на свой счет гол австрийцам. Главное политическое событие дня, которому приковано внимание мировых и российских средств массовой информации, экспертов. Владимир Путин сегодня вступил в должность президента России. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце. Там собрались 3,5 тысячи человек. Это представители дипломатических миссий, религиозных конфессий, сенаторы, доверенные лица президента. В торжественной церемонии приняла участие делегация Омской области во главе с Александром Бурковым. Еще полторы тысячи человек, волонтеры, руководители общественных объединений, ждали президента на Соборной площади. В церемонии вступления в должность транслировали все государственные телеканалы. На инаугурацию Владимир Путин отправился из своего рабочего кабинета в Кремле на специальном автомобиле отечественного производства, созданном в рамках проекта «Кортеж». Подбой курантов глава государства проследовал по парадным залам и в Андреевском на специальном экземпляре Российской Конституции, рядом с представителями всех ветвей государственной власти, уже в четвертый раз принес присягу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. После того, как Владимир Путин официально вступил в должность президента, он обратился ко всем присутствующим, поблагодарил россиян за уровень поддержки на выборах, отметив, что для него это огромный политический капитал и большая моральная опора. Глава государства коротко обозначил приоритеты своего нового шестилетнего срока. Необходимо использовать все имеющиеся возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Россия должна оставаться страной возможности для самореализации каждого человека. Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, о которой их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти. Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и учёных, для людей творческого труда и активных неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к обновлению. Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития России. Рассчитываю здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодёжи, на её способность стать настоящими лидерами перемен, на то, что молодые люди будут верны ценностям правды и справедливости, которые через всю свою жизнь пронесли наши старшие поколения. А их знания, закалка, мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы. Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за её будущее, мы обязательно достигнем наших целей. Добьёмся прорывов в науке и технологиях. Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сёл, развитие всех наших регионов. Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Репортаж с откликами о мячей, которые присутствовали на инаугурации президента, смотрите в наших вечерних выпусках. Правительство России ушло в отставку. Согласно Конституции, Кабинет министров слагает в себя полномочия перед вновь избранным президентом. Теперь премьеры, его замы и руководители министерств будут считаться временно исполняющими обязанности до формирования нового кабинета. В двухнедельный срок президент или его полпред в Нижней Палате Парламента должен внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра, которую депутаты обязаны рассмотреть в течение недели. Как ранее сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников, депутаты готовы обсудить кандидатуру уже на заседании 8 мая. На Соборной площади сегодня пройдёт репетиция торжественного построения войск Омского гарнизона. В 16 часов начали перекрывать движение всех видов транспорта, а в 18.00 перед Успенским собором станут маршировать военные. Сам парад начнётся в полдень 9 мая. Причём торжественное действие впервые можно будет увидеть и на уличных видеоэкранах с улицы Интернациональная и с Соборной площади. Прямую трансляцию обеспечит 12 канал, военнослужащие пройдут стребы маршем, а также продемонстрируют военную технику. В нашем вечернем эфире в 19.30 смотрите прямое включение с репетиции Парада Победы. Легендарный советский танк Т-34 проедет по улицам Омска 9 мая. Боевую машину к торжественному выезду сейчас готовят в Омском автобронетанковом инженерном институте. Она возглавит колонны военной техники. Механики проверили уровень масла и охлаждающей жидкости. Состояние двигателя с помощью специального оборудования отмыли корпус. Осталось только закрасить сколы и установить Знамя Победы. Когда ставят машину на Соборной площади, кто будет управлять легендарным Т-34, расскажет Татьяна Денисова. Т-34 – легендарный танк, который прошел всю войну и дошел до Берлина. Эта машина в боевых действиях не участвовала. Сошла с конвейера только в 1953-м. Но далеко не музейный экспонат. Танк на ходу и в любой момент может дать отпор противнику. Но сейчас у него другая миссия. 9 мая на параде он возглавит колонну военной техники. Боевая техника будет участвовать в параде во второй раз. До этого танк несколько десятилетий стоял на постаменте у главного корпуса танкового института. Управлять машиной будет курсант военного вуза, потомственный танкист Иван Кунаев. Легендарный Т-34 водил еще его прадед, погибший в Сталинградской битве. Сегодня парень проводит заключительный техосмотр. Проверил уровень масла, топлива и охлаждающей жидкости. Управление должно быть у нас в первую очередь устойчивое, чтобы машина слушалась. Проверяем зазоры на механизм поворота. Также проверяем тормоза машины. Это наша история, это наше танкостроение, наше машинное строение. Легендарный инженер Михаил Кошкин представил первые опытные образцы Т-34 в марте 1940 года. В качестве доказательства надежности машины создатели пригнали ее из Харькова в Москву своим ходом по грязи и бездорожью. Так началось серийное производство Т-34, который по своим ходовым и стрелковым характеристикам превосходил немецкие танки «Тигр» и «Пантеру». Они не раз встречались на поле боя, но Т-34 был признан лучшим танком Второй мировой. Причем его выпускали и в Омске. В годы Великой Отечественной город стал крупным оборонным центром. Сюда эвакуировали больше сотни предприятий. Среди них завод имени Ворошилова из Ленинграда, на котором и выпускали Т-34. Это крепление – единственная современная деталь в танке. 9 мая здесь установят Знамя Победы. И это будет последний штрих в подготовке к параду. После этого на специальном автомобиле с платформой легенду Великой Отечественной доставят на Соборную площадь. В Омске появится Патриотический парк на территории Омского автобронетанково-инженерного института. Об этом рассказал зампред областного правительства Владимир Компанечиков на встрече в лесу при Фронтовом. Праздник проходил в военно-мемориальном комплексе Черемушки. С наступающим днем Победы герои войны поздравили на торжественном митинге. Гостям показали боевые машины времен Великой Отечественной войны, а также образцы современной техники. Дарья Шадрина обо всем подробно. Хмурое небо, скорбные лица. Несмотря на непомайский студеную погоду и пронизывающий ветер, сотни мечей собрались в лесу при Фронтовом, чтобы вспомнить тех, кто защищал родину от немецко-фашистских захватчиков. Традиции этой много лет. И сейчас ветеранов волнует, не прервется ли она, когда уйдет последняя из них. Не прервется, отвечают фронтовикам представители областного правительства. Уже решено, здесь будет исторический парк. Я думаю, уже в следующем году здесь увидим очень много нужных и правильных вещей, для того, чтобы мы действительно могли заниматься патриотическим воспитанием нашей молодежи, имея соответствующую базу. Но все-таки в преддверии Дня Победы хочется еще раз поблагодарить всех наших ветеранов, тружеников тыла, тех, кто дал нам жизнь, дал нам возможность жить под этим небом. Василий Герасимов один из тех, кто подарил нам мирное небо. Ушел на фронт добровольцем, служил под Курском в обороне. Перед наступлением его отправили в тыл. Сочли, что там специалист-железнодорожник будет нужнее. Провоевал полгода, но успел хлебнуть лихо и понюхать пороху. Как раз кончилась Сталинградская битва, и враг еще и свередствовал. Ее, конечно, доставалось нам. Особенно страшно было первый бой, первый обстрел. Ну, не обстреляны мальчишки. Мальчишки нынешние слабо представляют, каково это быть под обстрелом, но сами постреляли бы с удовольствием. В Черемушках открылась богатая выставка оружия военной техники. Уже сейчас можно представить, каким станет будущий исторический парк. Вот легендарная «34-ка» танк «Победы» рядом с другими рабочими лошадками войны – «Виллисами» и «Козликами». БТРы, артиллерийские орудия, даже баллистическая ракета и внушительная экспозиция стрелкового оружия. От наганных винтовок СВТ-40 до современных крупнокалиберных пулеметов. Рядом танчик с калашом и малышам как раз по росту. Такими роботами пользуются спецслужбы. А здесь можно научиться обращаться со средствами химзащиты и осколочными минами. Вот эта мина, она по принципу гранат F1 работает, то есть за счет разрыва корпуса осколками поражается личный став. К землянке выстроилась очередь. Всем интересно посмотреть на реконструкцию работы партизанского штаба. В полевом кинотеатре показывают хронику и фильмы военных лет. Полевая кухня дымит, приглашая отведать солдатской каши. В Березовой роще задорно танцуют и поют фронтовые частушки. Многие пришли с портретом своих родных, участников Великой Отечественной. Для ненабравых курсантов можно смело сказать, герои с фото могли бы гордиться своими правнуками. В регионе в два раза увеличили штрафы за разведение огня и сжигание сухой травы. Дополнительные меры противодействия возникновению природных пожаров обсуждали сегодня в ходе видеоселектора с главами районов. Особый противопожарный режим в Омской области действует с 3 мая. С этого времени Амичам категорически запрещено разводить костры, жечь траву и мусор. Сейчас штраф для жителей составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц до 30, для индивидуальных предпринимателей до 40 тысяч, и юридических лиц до 400 тысяч рублей. И сегодня же глава муниципальных образований было поручено усилить патрулирование территорий, так как данные космического мониторинга термических точек поступают с задержкой только спустя 2-3 часа с момента возгорания. Особенно жесткий контроль необходимо обеспечить руководителям Большуковского, Крутинского, Называевского, Тюкалинского и Колоссовского район. Где складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Омскую яхту «Сила Сибири» спустили на воду после ремонта. Об этом рассказал капитан судна Сергей Щербаков. В течение последних месяцев судно находилось в Турции. Там его готовили к предстоящей грандиозной экспедиции. Следующим летом команда должна отправиться в Антарктиду. Путешествие посвящено открытию материка русскими мореплавателями, которое совершилось 200 лет назад. Морское путешествие будет стоить полтора миллиона евро. Сейчас организаторы экспедиции ищут спонсоров. Они обращают внимание, что все желающие могут также взять курс на Антарктиду, на яхте «Сила Сибири», послужить, к примеру, матросами. Взяли лопаты в руки ради любви и дружбы. Омские татары высадили в парке 30-летия ВЛКСМ вечно зеленую аллею. Трудились под музыку. Всего высадили 100 саженцев пихтосибирской. Из закупленных 300 остальные будут распределены под другим сквером и парком Омска. Пока высота зеленых красавиц в аллее любви и дружбы всего несколько вершков, но уже лет через пять, уверены организаторы акции, здесь зашумит зеленый лес. В том, что саженцы приживутся, не сомневаются. Высаживали по всем правилам. Тут определенные технологии надо. Как пихта росла, так и высаживаем. Если она росла, выскапывали. С южной стороны, вот с южной стороны, так же самое. Нас сопровождает тут агроном. Дай Бог, сегодня сделали шаг ближе, чтобы вернуть городу, былую славу, городу-саду. Надо, чтобы посадить дерево, построить дом и родить сына. Я думаю, мы посадили дерево, корни этого дерева, мы считаем наши родители. Ветки, которые большие идут, это дети. А маленькие ветки, это внуки. То есть мы возрождаем наше будущее поколение и готовим хорошее будущее жизни. Митрополит Омский и Таврический Владимир получил в подарок спортивный костюм. Такой необычный презент ему вручили воспитанники нового борцовского клуба. Церемония благословения прошла в Свято-Успенском кафедральном соборе. Всего спортивной борьбой в регионе занимается 3000 человек. В клубе имени Георгия Победоносца будут готовить борцов высокой квалификации, в том числе членов сборной страны. Особое внимание тренеры уделят духовно-нравственному воспитанию детей. Слово Наталья Змаги. Спортивную форму с изображением Святого Георгия воспитанники клуба подарили митрополиту Омскому Таврическому Владимиру. Мало кто знает, что владыка в прошлом занимался боксом. Сейчас он благословляет спортсменов на начало доброго дела, воспитания подрастающего поколения в православных традициях. Новый борцовский клуб назван именем Святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Имя у клуба есть, а вот собственной базы пока нет. Тренироваться борцы будут в разных залах, в том числе в спортивной школе по греко-римской борьбе имени Юрия Крикухи. Его сын и основал новый борцовский клуб. Основную задачу ставим, чтобы ребята у нас добивались высоких успехов и спортивных на первенствах Европы, мира, Олимпийских игр. То есть у нас все для этого есть. Есть и тренерский состав, есть и методика, которая позволит нам готовить из них чемпионов. Ну и, конечно, в духовном плане наши ребята должны соответствовать своему званию, чтобы не случилось так, что физически силенно, духовно очень слабо. Среди воспитанников клуба есть призеры соревнований федерального округа и даже первенства России. После церемонии открытия ребята рассказывают, чего они ждут, делятся планами на будущее. Я буду находить новых друзей, новых соперников. И уже буду знать, что я не просто тренируюсь, а ради моей веры, ради моего клуба. Я занимаюсь полтора года, осенью будет два уже года. У меня достижения, я выиграл два раза в городе. Хочу стать олимпийским чемпионом, даже больше, двухкратным олимпийским чемпионом хочу стать, трехкратным. Ближайший турнир, на котором воспитанники Свято-Георгиевского борцовского клуба покажут свое мастерство, первенство Европы. Соревнования пройдут 22 июня в Венгрии. Наталья Змага, Татьяна Денисова, Илья Яковленко, 12 канал. И вот какие материалы мои коллеги готовят к вечернему эфиру. Смотрите в 19.30. Он отправился на фронт в 16 лет, а за 7 дней до окончания войны спас свой отряд от немецкого плена. 12 канал продолжает рассказывать о ветеранах Великой и Отечественной. Герой следующего сюжета Иван Федорович Янченко, житель села Таврическое. Ему 92 года, но он бодр не по годам. Секреты здоровья и военной истории в материале Юлии Думановой. Патриотическое граффити с эффектом сепии. На перекрестке перелета Степанца в преддверении победы художники расписали трансформаторную подстанцию. Теперь ее украшают матрос, солдаты и ромашки. Художники намеренно отошли от традиционной праздничной атрибутики. В своей работе, без всякого пафоса, они хотели передать светлую грусть. Причем лица военнослужащих срисовали с фотографий реальных бойцов. Эти и другие подробности расскажет Екатерина Булучевская. Нападающий авангард Илья Михеев отличился на чемпионате мира по хоккею. В матче с австрийцами он записал на свой счет гол и результативную передачу. А сборная России одержала вторую уверенную победу подряд. Наши хоккеисты также обыграли французов. Причем счет в матчах разгромный 7-0. В обеих встречах участвовал форвард Ястребов Илья Михеев. И если в матче с французами он не набрал баллов, то в игре с австрийцами забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Сегодня российские хоккеисты сыграют со сборной Белоруссии, которая пока не одержала на чемпионате ни одной победы. После короткой рекламы прогноз погоды, а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Пластиковые окна. Ходила раньше Дарья из Нововаршавки за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь каша «Молочная малютка» 220 граммов, всего 99 рублей. Вот это цены! Ассортимент какой! Все есть от котлет до сковородки. А за пакет спортивных телеканалов кто оплатить будет? А у меня все включено. Не подкопаешься, потому что омские кабельные дарят год бесплатного HD-TV. Звоните 66400. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. И о погоде. Завтра 8 мая по области и в Омске переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха в районах в ночные часы минус 1 плюс 4, днем до 9 тепла. В Омске ночью 3,6 градуса выше нуля, днем до плюс 11. Ветер северный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. Далее на 12-м канале смотрите программу «Благовест». Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»